Наталья Ковалева, уполномоченная по правам человека в регионе, отчиталась о первых 100 днях своей работы в должности. За это время в аппарат уполномоченного поступило более 700 обращений по телефону, на личных встречах и через интернет-приемную. Регулярно омбудсмен выезжал и в районы. По каким вопросам больше всего обращаются? Это нарушение жилищных прав. Я хочу сказать, здесь очень много категорий, которые обращаются. Это по вопросам социального найма жилья. Я хотела бы выделить такую категорию, как лица из числа детей и сирот. Много вопросов по здравоохранению, особенно в районах. Поток обращений по ЖКХ. 28% всех заявлений омбудсмену поступает из мест заключения. Наталья Ковалева работой чиновников и начальников недовольна. Зачастую ответы больше напоминают отписки. До руководителей тех или иных служб иногда заявлений вовсе не доходят, а значит не решаются. Но и сами жители региона во многом виноваты в своих проблемах. Правовая неосведомленность процентов 70. Я не знаю, согласятся ли со мной коллеги. Это совершенно однозначно. Но она правовая неосведомленность от того, что даже когда им отвечали, они обращались в какие-то органы, они как бы соглашались. Они могли по-другому. Они неправильно ставят вопрос. Им отвечают так, как они поставили вопрос. У меня был инвалид, он поставил вопрос. Он говорит, Наталья, у нас нарушение. Я говорю, ну вы посмотрите, как вы поставили вопрос. Многие вопросы можно решить только на законодательном уровне. Наталья Ковалева регулярно выходит с инициативами на депутатов областной думы. Часто обращается за помощью к губернатору региона. Очень не хватает людей, рассказывает омбудсмен. В аппарате у полномочного всего 4 человека. В других областях в несколько раз больше. Часто человек неадекватный приходит, нам кажется, потому что он уже столько всего прошел. Вот он столько всего прошел. Я вот на него смотрю, всегда ведь стараешься, когда человек приходит, поставить себя на его место. И вот если бы ты вот столько проходил, вот столько проходил, как бы ты себя вел уже, был бы ты адекватен или нет. Впереди у омбудсмена планы по созданию дискуссионной площадки, управления законодательных инициатив и экспертного совета. В него войдут юристы, судьи и журналисты. Их задача будет помочь уполномочному в разрешении самых сложных ситуаций. Мы планируем, как у нас получится, не знаем, открыть. Мы не можем клинику юридическую, она при вузах. Но открыть бесплатную юридическую консультацию, как это у нас получится, мы сейчас прорабатываем. Но такая форма, мы думаем, с привлечением преподавательского состава и студентов. Экспертный совет начнет работу уже 26 июня. В ближайшее время Наталья Ковалева планирует серьезно заняться вопросом оказания помощи украинским беженцам. Два обращения в приемную поступали. Вопрос требует решения на уровне области. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иванова.